но он к жарит просто сил нету получается ветер вот откуда прямо мне вот доброе утро 4 заковря новосибирская область сибирская область уже маленько даже ворота снегу все вроде хорошо держит контейнер мусорный время пол восьмого сейчас будем заводиться пока воздух накачаем так уже и ехать надо нифига не помню этот контейнер мусора сейчас найдем пока накачаем да надо выдвигаться сегодня у нас планы грандиозные но не факт что они сбудутся пока заводят сейчас я посмотрю как я заведусь тоже не факт автономка так уже в таком усиленном режиме пока ветер задувает от датчик постоянно охлаждается и все она фигачит если проснулся мокрый вес пока стоит мои обычные 22 градуса пацаны прикуриваются по прогнозу сегодня 8 и потом еще тут там целый день в снег 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 чего хотели зима пришла не хотели солнце и плюс 15 удивляемся снегу 4 заковряда уже морозы должны стоять и сугробы в колено еще спокойно успеем чай допить пока так 340 28 ну ой датчики оба в ноль уровень подвески понятно контрольные данные с маслом пока все хорошо напряжение кб 24 нет разведется и того 342 ну вот сейчас мы глянем во сколько я жлюк открыл дышать нечего вставай спать сколько и надо времени чтобы нам накачать полную машину кислорода до 8400 мы должны сбросить здесь у нас останется там чуть-чуть душе вот у нас берешься сибирское тибирская все грузополучатель один и тот же просто филиалы их разные мне всю эту пачку отдам уже на свое заберите а то, что Барнаульская оставь справа с гостями разбираться на 10 часов получилась пауза ой, ой страна начала так займемся вот, Маша коснулась перевозит на стекло смею надеяться, что сейчас накачает уже 17 минут по поводу предыдущих дней сейчас должен пойти воздух в прицеп но это не точно самое интересное, бесполезное газуй, не разуй пофигу у нас 500 хорошо но пробиваешь или не пробиваешь оно пробивает да, пробивает сейчас погаснет все пробило можно включать лампочки убираю вот эту вот надпись и мы поехали 19 минут все так вперед он нападет я может чуть-чуть попробую назад просто вперед в горочку назад в горочке не шлифануть текс 63 километра за час нужно заехать по идее посмотрю, что на дороге делается так-то ночью снег не шел ветер только мело но именно он аж еще стоит не Саня это случайно? Саня это быть не должно Саня в этом стоял на горизонте в Лугинском районе не лезть там холодно холодно скользко везде у него уже там есть конкретика у него сегодня выгрузка завтра две загрузки на Иркутск у нас понятно еще пока все равно ничего нет потому что у нас пока совсем ничего не понятно то ли мы сегодня выкинем две то ли нет но как-то я сильно в этом сомневаюсь интересно вот там Димка заехал вчера сейчас может позвонит по идее должен не хочу сам звонить мало ли спит человек востоку там свои грани Алтая приехал сколько он Новосибирск по времени проходил сейчас выйдем на фигуралочку посмотрим как там обстановочка на дороге стоянка эконом-класса видите я вот этого не понимаю неужели так классно спать на дороге когда мимо круглые сутки идет сплошной поток машин и они так выматываются что им уже пофигу где спать полторушник полторушник отвалили до фонаряк заспать дорога видно что обрабатывалась но не вчера еще обрабатывали я ехал уже ПДМ бегали дорога скорее всего просто мокрая хорошо хорошо поехали через 23 километра в сторону новосибирска находим новосибирска как хотите на барнаул и там потом на кольце на барнаул через город налево там направо наверх тут вот на объездной вот стоянка еще есть как-то я тут ночевал ну шуток в последнее время как мимо не едешь лопать тут постоянно столько машин стоит в общем таких каких-то вот компаний что не рискнуло еще раз сюда ехать все все витком не было у меня стопроцентной уверенности что я тут стану так и места имеются ну девять уже мы малость задерживаемся вот мачевское кольцо нас придержало маленько еще 14 километров еще 14 километров еще 14 километров только только вот видите светать начало буквально еще 20 минут назад что на мачевском кольцу подъезжал было еще темно обалдеть 9 утра еще темно ха 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 покажутся снег метет метет спалить снежочек какая пресс не понял отзывы поездники на этой стиле в последние разы как был догонят постоянно суетились все это спечатка дай до всех подряд вот новосибирск налево камень наоби направо новосибирск барнаул вот туда мы поедем но потом колечки могут быть скользкие подъезды к колечкам накатанные сезла надо еще сейчас вот туда в сторону камень наоби целых 8 километров съездить на боксу да колечки они такие кварненькие время прибытия у нас будет 9 часов 20 минут бывает не виноватая как говорится я он сам пришел а не на перекрестке изменилась его а раньше мы по прямой нет еду я не в ту контору а может кто будет прятки здесь было фильтра из дневного возил или пробожить да что то я как с левой стороны было прям с дороги с дороги прогрессивные цвета 60 да ладно бог с ним не важно мы здесь ездим прямо вверх в рулон направо а мы едем прямо слила здесь нет все таки вместо контора полема слева ничто не пойму да нет все-таки то так контура они там не сказали то ничего звони сейчас я посланю если так пусть я сейчас у знак увидел прям шильда вывеска интерполе может у них несколько мест разгрузки здравствуйте а вот и вами оба ним сейчас не отвечает вот в чем дело может быть и так значит это контора также значит в новосибиле этого в барнауле будет даже фирму я там был в принципе не знаю куда ехать вот вопрос здесь не сюда или по дублеру готова через поселок идет эту въездную вверх то вы сделали раньше ее не было когда я тут два года назад вот не ли повод суба может быть они сюда переехали склады у них здесь появились либо придется возвращаться сейчас посмотрим потому что чё тут трубку товарищ не снимает в барнауле будет сто процентов так вряд ли там другой склад тут тоже вот сельхозтехника возможно здесь а ну вот трактора мне диски наверно слышу в принципе диски к тракторам логично предположить что мне сюда хотя здесь написано ростиль маш конечно а саня туда вот надо будет ехать надо будет ему объяснить чтобы не пролетел что я вчера не спросил мне по какому точно адресу ехать а мне скорее всего вот сюда вот груз сельмаш трактора тракторам диски перепробожить через 250 метров поверните направо что я вчера не спросил мне по какому точно адресу ехать сейчас нет развернемся наедем туда вот дорожная 9 очень не резим пошли спрашивать а вот мне батя на охране сказал что яма едешь еще где-то с километра я же не буду пристегиваться вот надпись охрана говорит он большой ангар вот мне туда я ничего не понимаю адрес вот дорожная деть там прям все написано в принципе тут можно было и сюда ехать если так вот взять на обучение ты спокойно переночевал в одном и что не наши до метод пойду я все-таки узнаю туда приехали можно заезжать сказали оказывается и там сразу за ангар вылезть из кабины пока каждый раз эти 800 одежек на себя оденешь так понимаю это совсем все свеженькое раньше этого не было у них взяли вот туда куда-то за машину где-то тут где-то здесь где-то здесь где-то здесь где-то здесь вот и причин товар где-то здесь где-то здесь вот и а и и вы не и опять ну отлично мы там где надо говорим уже без 20 действий это пятая рампа мне на 4 мыемся и мы открываемся и шоу 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Вперед, говорит. Все. Пошли экскурсации. Все. Меня уже выгружают. Я только встал. Все. Сразу взялись. Да, новые склады у них здесь. Все супер. Разгружаемся. Так, меня выгрузили. Надо посмотреть, что у нас сейчас там по осям. Возможно, надо будет еще переставлять, пока я не отъехал. Потому что у меня сейчас весь груз впереди. Хочется посмотреть. Я с полной машиной наехал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обычно воздух испарился. Уже. Сейчас накачает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И у меня так же 9,2 и показывает. 9,3, 9,4. Все, приносит. 9,5 на ведущий. А прицеп вообще пустой. Отлично. Ну, так, отлично. Погребсти, конечно, будет. Все. Ремни складываем. Закрываемся и с документами. Поехали. Пока что-то с документами разбиралось. Какие ИИМ, какие Парнаулы. По итогу уже 11 утра. Выгрызут ли меня быстро? Пусть надо здесь как-то еще уберем все отсюда. Вот и до Парнаула, до выгрузки мне рисует Яндекс 4,5 часа. Но это Яндекс рисует. Там будет явно больше. Я просто так подразумеваю, что я нифига не успеваю. Надо будет сейчас начальство проснется. Время 7, как раз в Минске. Спросить, что из загрузки. Потому что Саня дали загрузку на пятницу. Ой, на завтра. Да и вернее на Иркутск. Мне никто еще не давал. И что ИИМ. И что ИИМ. Возможно, у меня загрузка просто на пятницу будет. Сегодняшняя среда. Да, в смысле, да. Если у меня загрузка на пятницу, то у меня даже нет смысла сегодня жилоровать. Прикрешься. Если это туда, но я думаю, что это все-таки туда, где я был. Тамбурж стоит, но как Банджар Банджаров под забором. Тоже хорошего мало. Да, сейчас разберемся. Но пока разворачиваемся обратно в Новосибирск. Посмотрим, сколько времени я Новосибирск потрачу. 271 киловетр. Яндекс рисует. 4,5 часа. Это полчетвертого. Ну, это для легкового, ну, считай. У меня явно будет еще больше. Так что... Будем решать. Пока, погнали. Тёмная, холодная, зимняя ночь. Надавила мне на разум, словно гиря. А что? В перерывах я гадаю, ребусы, загадки. Отчего же в моей жизни у меня не все так гладко? Взвешиваю, взвешиваю, взвешиваю сотни за и против леденящих души. В воздухе форталов и заводов чистым снегом накрывая. Черные разводы, это белая зима, ночью водят хороводы. Я от Наташки без ума, без ума моя любовь, как добрый ангел. Укрыты и не ем дома. В отне холодной ночи, в метели белой шелестя. Моя любовь, как добрый ангел. И на бегу от счастья для весенний дождь пророчит. Падают, падают белые снежинки, превращаясь в земли. В капли дождика и динки. Я гадаю, я страдаю, от чего такая лажа? Впрочем, скоро это станет для меня не так уж важно. Ты не звонишь и не пишешь, я забыл твой новый адрес. В моем ящике почтовом лишь бумажкой завалялась. Понимаешь, я не знаю, что мне делать, ведь не может. Вечно длится наше лето и меняет, да ты вожит. Я от Наташки без ума, без ума моя. Любовь, как добрый ангел. Укрыты и не ем дома. В отне холодной ночи, в метели белой шелестя. Моя любовь, как добрый ангел. И на бегу от счастья для весенний дождь пророчит. Твое странное письмо я не убрал и не поверю, что за мною навсегда. Хлопнув, ты закрыла дверь и ожидание часы. Я записал на поцелуи, что томится на устах. И ждет, когда тебя прижму я. Перекошено и дико будет питься мое сердце. Ускоряя с каждым мигом своих стуков. Мегагерцы, ты ответишь мне с улыбкой. Успокойся, все в порядке. Я скучала, я вернулась. Я от Наташки без ума, без ума моя. Любовь, как добрый ангел. Укрыты и не ем дома. В отне холодной ночи, в метели белой шелестя. Моя любовь, как добрый ангел. Не на бегу от счастья для весенний дождь пророчит. Я от Наташки без ума, без ума моя. Любовь, как добрый ангел. Укрыты и не ем дома. В отне холодной ночи, в метели белой шелестя. Моя любовь, как добрый ангел. Вот мы и в Новосибирске. Саня только что отписался. Стоит в Каргате. Дорога перекрыта. Каток. Где-то кто-то там чего-то расхреначились. Говорит, я не успею, я сегодня вообще разгрузиться не успею. Вопрос такой с кучей неизвестных. Ну а мы сейчас сегодня поедем, в этот раз поедем по улице Петухова. Вся в случае Яндекс говорит ехать так. Хотя можно поехать прямо. Яндекс говорит почему-то ехать по улице Петухова. Так. И в общем-то. Критичного ничего. Но потолкаться придется, чтобы выйти на Бугаринский мост. В Новосибирске здесь вот все хорошо. Здесь уже все засыпано. Здесь все прекрасно. А, и да. В общем, сказали мне, что у меня планировали на выгрузку на завтра. Загрузки у меня на завтра нет. Ну и поэтому я даже жилы рвать не буду. Я даже пробовать ехать выгружаться не буду. Чтобы там потом посреди Барнаула не стоять. Перед Барнаулом заедем. Там есть стоянка. Как в сторону Бийска уходить. Там переночуем. И завтра с утреца наедем разгружаться. Даже если все хорошо сложится и вдруг у нас сегодня выгрузят, ну и кто толку? Загрузки-то все равно нет. Тем более меня планировали выгружаться. На завтра. Все значит. И не будем пробовать. Потому что я даже к четырем не приеду. То, что Яндекс рисует, это еще прибавляй на это расстояние, еще прибавляй. Понятная погода. Смысл от этих всех гонок будет. Будешь гнать, а потом будешь стоять. Ползем мы тут по улице Сибиряков-Гвардейцев потихоньку. Ну, хорошо тут засыпануло вчера. Новосибирск весь засыпан. Я имею в виду. Чистили, засыпали. Так что, Господи. Сигнали, что так. Паравод посигналил. Ты же напугался. Железнодорожный мост проезжали. Ползем на Бугринский мост. Потихонечку. Не торопясь. Машка все разворачивает. Хочет, чтобы мы на дамбу поехали. Какие объяснишь, что-то. Через дамбу можно ехать, но это дорого. Не сказать, чтобы очень дорого, но нельзя нам через дамбу. Вот здесь вот так вот. Ладно, поверните направо. Используйте... Давай-давай, Калин, доезжай. Ну, там красный впереди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй. И проложить. Посмотрим на Новосибирск. Давно мы тут не катались по городу. Так, нам скоро направо будет. Можно ехать и вправо прийду. Да, мы говорим. Кругом. Еще троллейбус. Блин, он ездит. Блин, не ездит. Что, блин, стоит. Пытается ехать. Через 300 метров поверните направо. Она здесь все равно направо. На улицу Немировича Данченко. Поехали, поехали. Поворачивать можно. На улицу Немировича Данченко. Поверните направо. Готовьтесь к правовому повороту через 800 метров. Что-то все перекопали опять. Ну вот, я уже 40 минут, как еду с этого. С выгрузки. Сейчас опять направо на дам. Мои право ряд. Видно, этот правовый ряд. Понял? Мелкие тут снижаться. Там сейчас надо направо. Прямо это на Ленинск-Кузнец. Мы сейчас выйдем на улицу Ватутина. И все, да, и с Ватутина уже тут поднимаемся. Тут через метр 800 на мост и пошли на Бугринский. Казалось бы, что проще. Пустите грузовики через Данченко. В этом повороте вы верните направо. Может там просто что-то дам, бам. По весу нельзя по ней ездить. А так вот грузовики загоняют сюда вот. В город. Вон пройдите 1,7 километра. С моей развесовкой, то сейчас она будет это. Рыбстерей. 9,5,8 километра на хвосте у меня сейчас показывает. Пустой. Все, вот сюда крыльцев вправо. Погнали на мост. Движение грузовиков с 6 до 20 запрещено. Ага, конечно. Куда, простите мне, ехать? Перепродолжить. Погнали на мост. Погнали на мост. 1,5 километра. А навешивают знаков. Там позапрещают, здесь позапрещают. Когда ехать? Куда ехать? Крутить как хотите называется Значит, мы там на обе смотреть До нее доедем На удивление, все как-то свободно Мне кажется, вам это подозрительно Не, вот еще не замерзла Вертыш замерзла, а вот, ну, во-первых, тут дамба Поэтому она здесь так быстро не замерзает Но все равно он уже какие-то серьезные Морозов еще, видно, таких зачетных не было Чтобы ее сковать в лед Там что-то он видится левее Такие тучи там, все черным-черно Надо драпать оттуда Отсюда, вернее Съезжаем на Бердское шоссе Тут еще хреновую тучу километров по Новосибирску Потом по Бердску А вот рыбаки уже в этой Заливе-то в этом он И сидят, все Че, тоят Потому что там им каких-то парочка Заглудилась Основная масса-то слева Там им два каких-то ту же сетей Самые клевные места там слева Поэтому они там и сидят Маша одуплилась Поняла, что я от нее хочу Поедем на грани Алтая Там встанем, пообедаем Потом потихонечку поедем Настоянно Вроде как и Дмитрий Владимирович туда Приехать изволят Он сейчас первую выгрузку выгружает В Арнауле Потом у него вторая И у него загрузка только на послезавтра В Новосибирске На Иркутск Певцо повезет В Балтиках Кому ему тоже В обратном направлении Сильно Торопиться некуда Ну пошагали А водохранилище-то уже замерзло И все Вон там Как вороны Точки тукаются С палатками Кто без палаток Рыбалот Рыбаки ловили рыбу Поймали рака Целудине не искали Как же рака скушать Мелосибирь закончится Едем, едем, едем Я уже полтора часа еду О! Закончился И сразу же начался Аббердск Сейчас еще полчаса по Аббердску Ну и Оперативный простор потом Гребет-то она хорошо А вот тормозить Рецепт-то к земле не прижимает И все сейчас Там на полоскопочке Цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик Апоэска Так он Чик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик Вот так Да чуть-чуть Но это Прежимной силы прицепа нет Вон они все Машины поставить Потом на лед пройти Пальцы веером Уазики крутые Все, я тут прямо вот буду Стекло открыл ветровой Так, на кнопочку нажал На кнопочку нажал И смотрю Вот туда ловить Игры Тонут они зачетно Эти уазики И не только Лодки все поубирали Яхты стояли Яхты, лодочки такие Небольшенькие Все, мы припарковали до весны Ветоколов нет Поэтому Тут уже Ждут весны Синокти Проспался Он говорит Все, что можно И спросил Во сколько На грани Алтая Приехал Ну так прикидываю Что не раньше Чем часом 12 Он там был А то и позже Полтора часа лишних Ничего страшного Тем более Если загрузка На послезавтрак Раскидается Сегодня две Свои выгрузки Две выгрузки В одном городе Проще выглядеть Чуть-чуть уже Перцка осталось Не то чтобы совсем Чуть-чуть Половину проехал Сначала была Жилая часть Перцка Потом промышленная На выходе Сюда в сторону Я уже не помню Где она Когда-то я тут Грузился То ли на Чехии Нет на Францию Столько я тут Установлю Три тонны Загрузили А норма Тогда у нас Круговая Была Меж слезы Затекли на глазах Так не хотел Напарать У машин Где-то я Вот там По-моему Был Ну я уже не помню Где точно Лес Какой-то Там Чепитут Но я трой Или четырадцать Судок А тут стоял Неважно Судобрение поехали На Монголию Может на Китай После Монголии На прямки Да, это же Появам Прямо поехать Потом Парнаул Правее Остается И пойти На Бийск И там Все Туда На Ташанту Граница С Монголия С Монголией Да не Прямо тут счет Км 900 Наверное В Республике Алтай Я бы съездил Интересно было Посмотреть Побывать там Места там Красивейшие А о чем Это вот До Горно-Алтайска Доехали Да и все Спасибо Сереге Что там Повозил Показал Местные Достопримечательности Совсем Недавно Это было Ну вот Походу И Берск Наконец-то решил Закончиться Или нет еще Не Промзоны 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 Траком Одни промзоны Что не этих всех Тихоходиков Сделать Сейчас пойдет Дверх Низа Берском В сторону Скитима А, вон и Бер Заканчивается Немножко на педаль Поднажмем Хомячка Сделаем Искитим Райны Искитим Райны Впереди Идет трактор И Моргали Встречные Может Конечно Совпадение Очень похоже На подсталу Какой И главное Он же может Ехать по обочине Хотя По идее По обочине Что же Ехать нельзя Ему Здесь Как бы Расширение Он же Не подвинулся Наверное Или нет И вот Они Видите И он Не подвинулся Не Подвинулся Только Мы его Не успели Сделать До Следующего Расширения Будем За ним Ползти Навряд ли Как подставной Но Выглядит Это все Со стороны Прям Вот Как будто Это специально Сделано Сколько Таких Случаев Сейчас Не знаю Практикуется Такое Или Нет Я Как бы Последнее Время Не слышал Но Раньше Это Ой Очень Часто Практиковалось Опуская Тут Тактика Худок Казона Там Еще Кого Нибудь Чуть Ползет Там Где Сплошная И Продавцы Стоят Как бы Конечно И повинутся Уже Больше Гаишников Нет Толку Толку Собрал Близки Тима За собой Запросто Могу По обочине Поехать Но не хочет Хочется Ты обогнать Проблема Обочина Широченная Колеса У него Здоровые Всех Пропустил Пошли Вижу Алтайский край На горизонте Вижу У меня есть Препятствия Что бы Заехать На грани Алтая Вкусить Белорусского Порща С белорусским Салом Ничего Бо и нет Сейчас Закройте Подкусить Здесь Маленько Тайский край Начинается Дальше Широко Пойдет Не полностью Вся Но практически Здесь Плохо Сейчас С обратной стороны Если едешь Так Хрен Заедешь На него Получается Надо Здесь На перекрестке Разворачиваться Тут Больше Ну ладно Ну ладно Плесочек Спрячемся В пустике Грани 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 Алтая Далеко не поедем Здесь Завернем Просто Мордой Туда Как-то Так Их Конечно Не знаю Я сейчас С пельцерисуюсь А мы Говорим Что 250 300 Забайкали Дорого Спросит Ага А вообще Реально Душ 500 рублей Это понятно Ну не знаю Так Решили И ходят Ну Поменьше Иногда И ходят 500 рублей Отпугивающая цена Даже в Забайкале Дороже На Дальнем Востоке Дешевле На Дальнем Востоке Опередили Ну Сами Все Слышали Да Реально Душ 500 Рублей Ничего себе Дмитрий Владимирович Пирожки С вишней Заказать Изволили Тоже Далеко Не дешево Я вам скажу 100 рублей Пирожок Говорит Очень Очень Вкусный Ну Ладно Возьму Три штуки Ну Я и себе Уже Парочку Взял Сейчас Будем Ворща Поедим Да С чайком Оценим Насколько Они вкусные За 100 Рублей Душ 500 Конечно Не был Крайне Поражен Такой Ценой Ценой Чистенький Стоит Присажите И умазать Машину Рабочий Вид Рабочий Вид Потому что Я пока Переодетый Фары Помыть Сейчас Сухо Завтра На выгрузку Ехать Фары Будет Еще Темно У нас Уже На улице Сейчас Помою Фары Дорожки Здесь Они Уже Надеюсь Загадится Не успеет Ну Хрена Тут Такой Пирог Конечно Зачетный Сейчас Попробуем Все Наставил Восстановился Ничего Такого Состояния Состояние Нестояние Как Тело Все Ломит Ноги Крутит Списал Вчерашние Там Что Там Поговорю Доехали Туда Сюда Утром Проснулся Ну Вроде Как И Спал Ну Какой То Не Отдохнувший Ну Все Сел Поехал Выгрузился Сюда Пошел Снова Сиба Выхожу Такое Самочувствие Какого-то Я уже Тысячи Полторы Отвалил Сейчас Здесь Устал На грани Халтая Одну Монекая Температуру Памерю Ни кашля Ни сопли Ничего Нет Вообще От слова Совсем На 37 И 3 Короче Чуть Я хватанул Нехорошее Ну Ну А вкусные Они стоят Свои 100 рублей Полез У меня Ни порошков Нету Ничего Парацетамол Есть Парацетамол В порошках Этот Один Парацетамол Сейчас Вот сейчас До стоянки Доедем Тут Меньше Даже Меньше Сотки Остается Еще Одну Таблетку Прарацетамол Я Выпил Чувствую Меня Подбросает Еще Одну Таблетку Завлачу Может Под одеяло Часиков 6-7 Залезу Короче Чуть Это Я Подцепил Совсем Хорошая Болеть Нельзя Работать Надо Работать Зачетная Вещь Она Стоит Своих 100 рублей Подгребаем Где-то Вот здесь С правой стороны Есть стоянка Даже Ночевал На ней Она Такая Вообще Ни о чем Вещь Уже Проехал Мне Не Нужно Тут Вроде Был Упойл Тоже Такая Дрянь Паркинг 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 Зуряков Тека Стоит Поедем Чуть-чуть Дальше Сейчас В сторону Пинска Уйдем И там Сразу Как-то раз Я бы Был Даже Места Да Все Заставлено Вот сейчас На Бейск И Буквально Полтора Километра И мы Приехали Потом Соответственно Назад Вернемся До Выброски Останется 128 километров Больше Тут Я как бы И не знаю Зато Читал Асфальтом Душ 300 рублей Душ Надо было Уже Сходить Поискупаться 300 Не 500 Правильно Я так думаю 500 Это по-моему Явный Перебор А потом Там Где-нибудь Развернемся И пойдем В обратку На Парнаул Часика 8 Завтра Стартанем Уже Вроде как Загрузка Есть Заявки Нет Поэтому Пока Звучивать Не буду Контрольный выстрел С интернетом 4G Супер Здесь За нее Вот Отзывов Читал Цены Даже Не в космосе Они Где-то В стратосфере А то И выше Покушать С хозяйствой Я не знаю Собо Тут Денег Надо Тут Видите Автобус Останавливается Поэтому Цены Такие Серьезные А где тут Стоим Здесь Я так понимаю Что Да Вот здесь Все стоят Едем туда Куда Подальше В самом начале Стоять Все Круглево У нас Ездили Здесь Да Здесь Надо Хвостом Дорогу Загонять Чтобы Автобан Не шумел Вот рядом С автовозом Наверное И поставим Сейчас Уже И синоптик Подъехать Уже Выгрузился Выруливается Барнаула И тут Будем Стоять До завтра Сильно Бэйс Нормально Совсем Уже Вот так Хорош Наверное Я думаю Что Пойдет Ждем Эту Вальво Время Полпятого Смотрите Смотрите Какого Красивого Дяденьку К нам Несет Красавчик Молодец Даже Говорить Не надо Видите Уже Он вас Видит Издалека Улыбайтесь Улыбайтесь Вас снимает Скрытая Камера Ты где Такой Грязный Ездил Самому Пирожки Его Отдадим Смотри Как лихо Закрутил Молодец Сдал Все Так И Стой Да Ты Чуть За Меня Туда Уйди Зим Что Я Завтра Поворачивал Красавец Молодец Молодец Продолжение следует... Продолжение следует...